А в Есентуках, чтобы не повторилось наводнение 2002 года, расширяет русло реки Бугунта. Для этого забирают частную землю. Есть, мягко говоря, недовольные. Одна семья не согласилась на компенсацию в полтора миллиона рублей, но к ним все равно приехали бульдозеры и снесли половину того, что было на участке. Люди пошли жаловаться на беззаконие к чиновникам, и те ответили. Семен Еремин слушал и удивлялся. То есть не оценив наш дом полностью, все наши убытки, не заплатив ничего без разрешения нашего, свесли все наши построения. Не строение, конечно, но изгородь, несколько деревьев, картофельные и бобовые грядки – все это попало под бульдозер. Земля изымится для федеральных муж, не для дядек там. Саш, держи! Не отрываясь от нивелира, прораб Владимир, фамилию не назвал, настаивает. Все сделали правильно. Тут речь о расширении реки Бугунты, которая 10 лет назад, разлившись, наделала бед в центре Сентуков. Но не сам факт изъятия земли оспаривает семья Кюльбяковых, а процедуру. До Красной Черты – это постоянная зона изъятия, которую должны они забрать. Синим очерчено – это временное размещение. То есть туда входит жилой дом, Времянка и все остальные. То есть они это сносят только для размещения техники, технических работ. И вот остается вот этот маленький аппендицит. В соответствии с этим планом, Краевое министерство природных ресурсов намерено возместить стоимость только той части земли Кюльбяковых, которая задействована в строительстве. Оставшаяся меньше четырех соток государству не нужна. Никому не нужна, сетует владелица. При этом остаются в тупике три с половиной сотки, которая никому не нужна. Здесь нет ни входа, ни выхода. То есть не построить дом, чтобы маленький дом. По оценке от восьмого года в порядке возмещения решено выплатить чуть больше полутора миллионов рублей. Но такое соглашение собственник подписывать отказывается. Независимая оценка дает другие цифры. Больше четырех с половиной миллионов за все семь соток. И именно на таком порядке компенсации настаивают Кюльбяковы. Мы хотели, чтобы была оценка всего участка. Нам ничего лишнего не надо. Мы хотим только свое. Или же оставили нам все, что у нас есть. С 2008-го домовладение в обременении. Спор только разгорается. Искать правду в местных инстанциях некомфортно. Тон для разговора ответственные лица выбирают примерно такой, как и прорад на стройке. Вот, к примеру, представитель министерства. Абсолютно ни на что не собираюсь отвечать. Все, дискуссия закончена. Вести дела в Ставрополе с профессионалами более высокого класса нет возможности. От Ессентуков 200 километров, а здоровье неважное. Домовладение мамина. Ей за 70 и есть диагноз энцефалопатия. Переживать нельзя. У самой электролейкемия. Недавно отлежала 8 месяцев в столичной больнице. Остается вести переписку с аппаратом уполномоченного по правам человека, прокуратурой и другими ведомствами. Не хватает правовой грамотности, знания дел производства. Хотя в министерстве, оказывается, и рады бы заплатить за всю землю. Почему не изымается весь участок? Потому что именно в зону строительства попадает только его часть, а не весь участок. Поэтому изымать весь участок у нас оснований как бы нет. Министерство имеет право идти с иском в суд только спустя год после отказа собственника земли подписывать соглашение о возмещении. Уже пробовали, но иск был составлен неправильно и процесс затянулся. Сейчас юридический отдел готовит новое заявление. Но проще было бы, если бы Кюльбяковы сами обратились в суд. Это для чиновника гражданские процессы всего лишь часть работы. Один из способов решения проблемы. У простого же человека, особенно у тех, кто постарше, слово суд вызывает оскомину. А Кюльбяковы вообще в него не верят. Спасибо тем государевым людям, из-за темперамента которых обстановка вокруг реализации федерального проекта стала нервозной. Тем более, что произнося слово «беспредел» электро недалека от истины. Являться к ней во двор с бульдозерами наперевес подрядчик не имел никакого права. Это подтверждают в министерстве. Действительно, разрешение на производство работ. Наша организация ему не давала. Кюльбяковы имеют полное право восстановить забор и не пропускать на свою землю посторонних. До тех пор, пока стороны конфликта не найдут решения. Семен Еремин, Константин Шляпин и Андрей Жильников. 5 канал. Ставропольский край. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...